Ну что, в полку защищенных мессенджеров прибыло. Сегодня про спик-чат. В описаниях и обсуждениях, которых, кстати, немного, это просто какой-то мессенджер для Джеймса Бонда. И децентрализованный, и сквозное шифрование, и торт тут участвует, и максимальная анонимность. Посмотрим. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сайта, насколько я понял, нет. Репозиторий на гитхаб. Не знаю, хорошо это или плохо. В любом случае, открытый исходный код — это хорошо. Приложение кроссплатформенное — Windows, Mac, Linux. Написано, что есть приложение под Android, но протестировать не смог. Пишет, что мое устройство не поддерживается. Старое у меня устройство. Windows поругивается, но тут или доверять, или не доверять. Информации о том, что нужно не доверять, у меня нет. И запускаем с настройками по дефолту. Есть расширенные, но это явно не для этого скринкаста. Вот так это все примерно выглядит. Можно сразу выбрать русский язык. Он не все переводит, часть будет по-русски, часть по-английски. Учить английский язык, кстати, теперь это вопрос выживания. И поехали. Главное тут — это контакты. Ближе к концу поймете принцип и, соответственно, основное предназначение — SpeakChat. Пока просто про контакты. Это ваш ID. Можно указывать юзернейм, но на ID это не влияет. Контакт вы отправляете безымянным. Ну и собственно в отсутствии имен, привязки к телефону и использовании сети Тор для работы — главная фишка SpeakChat. Предельная анонимность. Никаких IP, метаданных, серверов посередине. Только вы и собеседник. И сквозное шифроваке. Чистый P2P с использованием сети Тор. Скопировали ссылку, отправили собеседнику. Это узкое место, если вы играете в шпиона, но можно использовать сервисы шифрования. Например, шляпу с двумя ключами. Ссылка в описании. Соответственно, тот, кому вы отправили ссылку, должен добавить ее сюда. Ну то есть добавить контакт. После добавления переписываться сразу вы не можете, включается процесс ожидания. Собеседнику приходит запрос на подтверждение контакта. Он его подтверждает и вы наконец начинаете переписываться. Так как контакты безымянные, сюда можно добавить имя. Ну, условно, вы же знаете, кто вам прислал ссылку. И дальше все предельно просто. Ничего лишнего. Только сообщения, смайлики и возможность прикрепить файл. Файл не отправляется сразу, реципиент должен подтвердить скачивание. Поставить таймер автоудаления сообщений нельзя. Да это, наверное, не нужно. Все сообщения удаляются, как только вы закроете спик чат. Ну то есть всякий раз с чистого листа. Поэтому если вдруг вам нужно сохранить переписку, можно использовать экспорт сообщений. Вот в таком примерно виде сохраняются логи переписки. Пользователя можно удалить из контактов. Написать вам этот контакт больше не сможет. Плохо то, что у него будет написано с этого момента и навсегда, что вы оффлайн, а не то, что вы его удалили. Ну и наконец главная фишка связанная с анонимностью. Тут у вас практически неограниченное количество аккаунтов. По сути аккаунт это ваш ID. И тут вы можете их насоздавать с десяток. А создаются аккаунты примерно так. Называете, добавляете. Например, вот аккаунт, который я буду использовать для предельно шпионской переписки. Например, с этого аккаунта я буду писать только одному человеку и разглашать все гостайны, которые мне известны. Отлично, запустили. Он всякий раз строит новый маршрут ТОР. И у нас тут новый ID, которым мы делимся с ANB. Дополнительно обезопасив себя парой VPN по пути. Ну и здесь мы переключаем аккаунты с максимально шпионского на ежедневный. В котором у нас все котики, зайчики и прочие друзья. Ну то есть я бы сказал, что это вкупе со всем уже озвученным делает этот мессенджер одним из самых анонимных. А может даже самым анонимным из всех, что я знаю. Рассказал не про все. Тут есть возможность создавать группы, экспортировать настройки. Но про это в следующий раз, если пойму, что инструмент востребован. А пойму я это по количеству лайков и комментариев. Ну как не раз говорил в скринкастах по подобным защищенным мессенджерам. Ссылка на плейлист, кстати, в описании. Это хорошо, но надо бы уже на чем-то остановиться. Защищенность защищенностью, но удобство мессенджера в первую очередь определяется размером аудитории, которая его использует. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.